Герои есть в каждом. Мегафон. Киберспорт начинается с тебя. Включайся. Ни минуты медля врываемся мы на вторую карту, дорогие друзья. В этом матче Б-103 противостояния команды ЛДЛС и Валианс. И это вторая карта. Первая карта у нас была Мираж. Закончилась она в пользу ребят из команды Валианс. Это был их пик. Ну вот теперь вот французы постараются как раз таки удивить нас. Удивить всех. Ну и в общем-то отыграть свой пик. Возможно кого-то не удивить. Потому что в принципе это их пик. Потому что в принципе они наверное должны на нем показывать действительно уверенную игру. Возможно они ее и покажут. В любом случае давайте смотреть друзья. По-прежнему студия РУХАП. У микрофона Александр Закрейг Думенко. Для вас работает сегодняшний день. И этот Б-103 матча еще один следующий. Поэтому далеко не расходитесь. Ну и давайте смотреть. Действительно за этой первой пистолеткой. Аманек врывается также своими тиммейтами. Есть уже фраг по Эсперанто. Ну и в общем ситуация 5-4. Нарывается Логан. Будет ставить смаку бомбу. Ему не должны помешать. Не может найти точку куда бы заплентить уже ее. Вот теперь вот находит. Пытается тот летний попасть. Здесь все-таки попадает по Логану. Слишком долго он искал действительно позицию. Где можно здесь заплентить. Смог не самый лучший по итогу. Ну и вот ситуация, которая была большинстве для ребят с команды LDL-C. Становится уже в меньшинстве для них. Потому что Вейленс чувствует себя очень круто. Очень здорово. И в общем-то готовы действительно здесь демонстрировать. Хорошую игру. Но Алекс как же хорошо заходит сзади. Ставит одному голому второму. Теперь большинство для команды LDL-C было только что. Но теперь Хантер рвается. Гибает одного. Большинство теперь опять уже обменяется в очередной раз для команды Вейленс. И теперь все-таки Вейленс берут. Берут эту самую первую пистолетку. Очень сложно. Нереально. Но все-таки забрали. Парни действительно свой раунд. Ну и в общем-то вот он друзья 1-0 за сербскими ребятами. Ну собственно наверное ожидаемо. Потому что они играют в защиту. Нужно здесь брать много да побольше раундов. Действительно за дефенс на карте нюк. Тем более когда эта карта карта твоего оппонента. Поэтому друзья наверное хорошее начало. Действительно для этих парней. Очень хорошая реализация. И наверное что стоит отметить. Действительно вот эти качели. Которые были не только у нас по истечению этого первого раунда. Мы их видели также еще и на карте Мираж. Когда туда-сюда действительно катались у нас результаты. То в большинстве одна команда. То в меньшинстве другая проигрывает выигрывая. В общем-то очень много интересного. Всего замечательного и красивого. В общем-то мы видим с вами друзья. На этих квалификациях европейских закрытых. Соответственно на миноры. На мино. Ну и в общем-то легкий раунд. Вполне легкий. Без каких-либо проблем раунд для ребят с командой LDL-C. Точнее Вэльянс не закупались. Казалось бы наверное сейчас всем ребят с командой LDL-C. Но все-таки это был закуп. И вот такой вот легкий раунд. Несмотря на это достаточно изи. Команда Вэльянса забирают себе. Более того подбирают еще и калашников. Который был у нас в прошлом раунде за французским коллективом. Ну и в общем-то вот тот самый второй раунд. Уже на табло фигурируют команды Вэльянс. Хантер откидывает коктейльчик. Но здесь немного другой выход от команды LDL-C. Это выход из пристройки. Которая кстати пока что реализует себя очень даже неплохо. Это сзади заходит здесь Алекс. Но только Глок у него. Это проблема для него. С Глоком действительно очень сложно. Здесь что-либо придумать. Но бомба-то ставится. Уже. А игроки команды Вэльянс думают что это точка А. Откидывают тут ХЕ-шку. Пытаются найти кого-то. А господа это не А точка. Извините. Но это точка Б. Ну как-то сейчас Некса немного не понимает еще что происходит. Вместе с Летним. Пытаются они тут выбить А плент. Убивают Деваду Века. Ну и в общем-то вот сейчас должна быть информация. Как они до сих пор не понимают что это точка Б. Вот только сейчас понимают. Но тут только Глок. У Аманека есть диффуз киты. Что самое противное наверное для игроков команды LDL-C. И в целом для фанатов. То что есть диффузы. Откидывается вот тот самый смог. И нужно сейчас пытаться попасть. Но нет. Немножко сложно здесь с Глока конечно попадать. А есть ли там время? А времени-то нету. Да ладно даже с диффузами. Не смог сейчас игрок команды Вэльянс раздиффузить эту бомбу. Но как так? Там не хватало наверное просто каких-то долей секунды. И по итогу команда LDL-C забирает все-таки свой первый раунд на этом нюке. Абсолютно непонятный. Потому что это был пистолетный раунд. Что самое интересное. Ну и в общем-то такие вот пироги у нас на этом нюке складываются. Качели друзья. Непонятно действительно что ожидать от этих команд. Забирают раунды которые не должны в принципе забирать. Отдают такое что. Ну отдавать уже просто не имеет вообще никакой возможности. Это постараться еще надо такое отдать. До последнего ребята из команды Вэльянс не верили что это точка Б. Пытались найти бомбу на планте который был полностью чист. Ну и в общем-то вот по итогу раунды и отдали. Хантер находит Алекса. Здесь в смоку. Диудвек открывается. Разменивает. Действительно своего тиммейта убивает Хантера. 4 в 4 ситуация. Летний продамаженный. АВП у него правда на руках. Поэтому это в принципе не самая прям такая сложная ситуация для него. В общем-то все мы знаем что здоровье это не самый важный. Ой какой смачок. Вот это наработки тут видно. Действительно видны у нас ребята с команды LDLC. Такие смаки друзья. Учитесь. Пока действительно французы живы. Иначе я не знаю кто нам еще может действительно такую красотень показывать. Ну и в общем-то что. Что мы здесь видим. Это 50 секунд на таймере. Это четвертый раунд действительно который проходит пока что уверенно. Ну и не знаю друзья что здесь нужно демонстрировать ребятам из команды LDLC. Потому что здесь стоит летний. Летний СВП. И достаточно уверенно. Здесь закрывает уже Логана. Бомба подбирается. Нужно наверное выходить на точку А. Времени не так много. Только 30 секунд есть. Да. Диудвек увидел все-таки Отто. Убивает он его. Здесь также должны чекать еще одного опорника. Который сейчас лево на двери сидит. Его зачекали. Но правда эсперанто перед этим есть попадание под Эваду Веку смертельное. 2-2 ситуация. Есть ТВП у летней. Есть также эмочка у Некса. В принципе. Нужно в принципе попытаться наверное. Здесь ребятам из команды Вэльенс выбить. Но будет сложно. Теперь диффуз китов-то вообще нет. Если в прошлого раунде еще они были. Все равно с ними даже не смогли справиться. И выиграть тот раунд. То здесь наверное можно. Ну либо просто найти какой-нибудь быстрый фраг. Либо просто уходить на сейв. Некс выбивает Тойно. Ямон. Хорош. Действительно. 1-2. Остается. Делает первый фраг. Ну и второго также ловит. 2-2. На этом Данюке. Мелоделоси все-таки сравнивают счет. Ну грустно. Грустно идет. На самом-то деле для Вэльенс. После первой пистолетки. Мне кажется друзья. Нужно поднимать за них щиты. А за что еще можно поднимать щиты? Наверное нужно поднять щит за безлимит. Более за своих самым быстрым мобильным от Мегафон. Пистолеты. Только лишь. У ребят из команды Вэльенс. Нужно сейчас с ЛДЛС не ошибаться. Действительно. Просто забирать раунд. Но вот они ошибки. Опять же. Друзья. Какие качели невероятные. На этом Нюке. Просто. Какой-то шок. Действительно. Большинство для команды Вэльенс. Но вот теперь вот. Логан открывается. Находит там Отто. Ну и вот теперь ситуация 2-2. Нужно сейчас ребятам. Из команды ЛДЛС спокойно. Не торопится никуда. Тут правда Некс также никуда не торопится. Находит Калашников. Вот так вот. Интересно. Можно попытаться как раз таки с этого девайса что-нибудь найти. Есть МАК-10 также на полу. Его тоже подбирает Летний. Ну и в общем-то с этим девайсом постараются конечно что-либо продемонстрировать. Но тут похоже что команда ЛДЛС намерно идти именно на точку Б. А здесь. Только лишь Летний как раз. Который сюда спускается. Где собственно бомба. Бомба будет заходить через рампы как я понимаю. Да. Как раз таки именно оттуда она идет. Некс чекает сейчас Алекса. Но зачем стреляет эта крана если ты не уверен в том что ты заберешь своего оппонента. А по Алекса попадает. Но не убивает. Это не смертельно. Ну и в общем-то остаются все еще в той же самой ситуации. 2-2. Но информация теперь есть примерно о двух игроков. Логан будет ставить бомбу. Бомба ставится. Ну и вот теперь вот момент интересный. Действительно как и что стоит здесь демонстрировать ребятам из команды ЛДЛС. Ну бомба хороша на самом деле. Только два игрока здесь стоят в одной точке. Это не то что наверное стоило ожидать. Слоган правда действительно без каких-либо проблем убивает Нексу. Летний. Также 1-2 без проблем должен здесь погибать. Ну или постараться уйти на сейв. Третий раунд за команды ЛДЛС. 3-2. Ну и вот теперь вот уже после такого не самого лучшего начала. За игроками команды. ЛДЛС все-таки Вэллинс уверен достаточно. Ой тут как подошел ты и нашел. Он бы подошел. Я бы и отвернулась. Вот так вот да. Друзья интересный момент. С МАК-10 самое интересное что сделаете два фрага. Плюс еще зафармил себе денежку. Ну и достал АВП на своих парней. Немного здесь конечно грустная история для него. Но в общем-то по итогу все равно. Раунд у нас идет в пользу команды ЛДЛС. Раунд-то идет. Но с экономикой есть проблемы. С экономикой есть проблемы. Именно то что остается на руках по соточке. По сотке зеленых. Есть 2-400 также у Аликс конечно разумеется. Но это так чисто. Пообедать один разочек для него. Ну в общем-то на хороший закуп не хватит. В любом случае если это будет проигранный раунд. Вот этот самый шестой раунд. Это будет эконом. Следующий. Экономический. Тут можно дверь открыть кстати. Поймать Аванеку который там с гранаты банально стоит. Его конечно ДВД кроет. Но он совершенно в другом углу параллельном. Поэтому есть информация. То что не сможет. Он действительно своего оппонента прикрыть. Давайте смотреть. Вот откидывает смачок на рампы. Будет перестраиваться немного другой. Вот тут прям вот так хочется открыть дверь. И постучать по голове. Вот прям вот чую. Чую как есть у Хантера это желание. Исперанто. Спрыгивает вниз. На помощь своему тиммейту. Ну и выход в общем-то как я понимаю будет на точку. Там уже все игроки команды. ЛДЛС и Вэллинс готовы к этому. Вот они тут стоят. Ждут кол какого-либо. Не знаю. От капитана. Возможно команды ЛДЛС. Возможно еще от кого-нибудь. В общем-то пока что ждут. Никуда не торопятся. 50 секунд. Откидывается коктейль Молотова на рампы. И вот здесь. Развлекает себя как может. Ну и вот. 40 секунд. Коктейль Молотова мимо. Исперанто. Принимает одного. Принимает второго. Нужно пытаться отойти. Пока он живой. Но вместо этого его закрывает. Но он сделал уже в этом раунде достаточно много. А он их открывает. Собирает еще и ОТО. 2-2 ситуация теперь. Команда ЛДЛС вынуждена сейчас опять же отыгрывать. Ну вот теперь в меньшинстве просто. Некст. Ааа. Как же хорошо он здесь отыграл. Против него вышел Алекс. Но он все-таки смог действительно убежать по таймингу. И с ответного выпада его убить. А вот вам теперь ситуация друзья. 3-3. И шанс на самом-то деле для ребят из команды ЛДЛС упускается. Потому что денег теперь нету. Мы говорили по поводу Алекса. У которого было 2 400 и только лишь. Ну и в общем-то только он один сможет как раз таки что-либо здесь нового преднести. Хантер. Открывается и байдер 2 конспиранта. Вместе с своими оппонентами тут все хорошую работу демонстрируют. Здесь наверное так и должен заканчиваться этот раунд. Хантер еще хаешка хорошая. Но вот убегает прям как будто я не знаю чувствовал что сейчас хаешка залетит. Отбегает немного дальше. Аманек все еще жив. Сверху он находится. Гуляет по крыше. Ну и вот. Вот то самое что собственно следовало ожидать. Наверное. Вэллинс в большинстве. Аманек последний. С чешкой. Со 100 долларовой купюрой. На руках. Ну и в общем-то 4-3. Вэллинсы теперь в очередной раз выходят вперед. Друзья. Что уж тут сказать. Что уж тут сказать. Господа. Пишите за какую команду болеете. Напомню что чатки я читаю. С вами можем также общаться. В некоторых больших паузах. В некоторых разумеется. Возможностях. Общаться. Если нам дадут команды. Вот например на такие раунды пистолетные. Хотя уж тут не знаю что может быть. Потому что. Тут может быть все что угодно. На самом деле. Мы уже видели эти качели самые. Если сейчас команда взялся и заберет этот пистолет. Например. Я думаю никто не удивится. Поэтому. Такие вот пироги. Алекс. Идем. Вот это хороший хэдшот. По летнему сейчас прилетел. Похоже что не купил он каску. Либо были проблемы с хэпэшкой. Да. Видимо были проблемы с хэпэшкой. Ему настучали до этого. Это я как раз таки отметил. Ну и 4-4. Тут бы бомбу поставить. Команде ЛДЛС. Было бы все очень даже неплохо. Было бы здорово. И по экономике. Да и в целом по морали. Именно для этого раунда. Наверное это прям максимум. Что здесь можно найти. Коктейль молот возлетает. Хороший прочек. Да ладно не смотрит. Как сейчас аспиранта не смотрел. Выход банально. Легкий выход. И нужно сейчас просто бежать ставить бомбу. Ситуация 3-3 по прежнему. А Манека правда находит. Но здесь да. Бомба стоит. И собственно. Наверное команды ЛДЛС уже довольны. Еще и хэдшот по хантеру находит. Сейчас Алекс. У Алекса летит сегодня. Это мы видим. Это прям реально круто. Ну и в общем-то. Что у нас тут. Бомба будет диффузиться. Как-то коктейль молотова еще нашли. Слушайте. Если сейчас Алекс еще этот раунд вытащит. Я просто в шоке буду. Потому что здесь зажим-то не очень летит. Но нет. Саткенекс справляется. Есть фраг. Есть диффуз киты. Легко. Легко. Это будет пятый для Вэльянс. Но это было близко. Друзья согласитесь. Опять же очень сложно. Забирают хотя казалось бы легкие раунды. Против банально всех пистолетов. Но бомбу поставили. Убили троих. Ну и в общем-то LDLC довольны. Должны быть результатом прошлого раунда. 5-3. И вот теперь вот закуп. От команды LDLC. Тебя тырал. На наших экранах. Хантер. Есть у нас соответственно парень. Который сейчас может попасть. Пока смог разойдет. Но Алис. Ой-ой-ой. Тут можно закрывать всех. Вообще легкие. Троих зажимает аспиранта. Просто банально. В 2 секунды этот раунд был закончен. Отличная реализация. Никто не смотрел выход из смока. Ну как вот такие вот ошибки-то совершают с игроками команды LDLC. Раунд на пустом месте. Просто в 2 секунды был закрыт. Ну и Вэллиансы берут 6-й уже раунд. И выходит в двойное преимущество. Опять же разумеется. Это все еще защита. Никто не отменял здесь много действительно раундов. За именно сторону КТ. Но. То что LDLC покажет вот такие вот раунды. А ДТ конечно идет ним на пользу. Разумеется. Ну и в общем-то. Будем мы с вами смотреть. За 10 раундом. Аманек врывается тут с своими тиммейтами. Бывает уже Хантера. ДВ-двек убивает также аспиранта. Отто вынужден отыгрывать здесь с АВП. Очень грустная позиция на самом-то деле. Для того чтобы отыгрывать со снайперской винтовки. Потому что тебя в принципе с трех наверное дул минимум контролируют. Ну и в общем-то вот 4-3. Большинство лет не суицидится. Просто банально спрыгивает и умирает от этого. В общем-то четвертый раунд за команду LDLC. Качели невероятные. Ребята которые проигрывают раунды за секунду. С девайсами выигрывают с пистолетами. В большинстве там 4 игрока в живых остаются. Ну это. Это команда LDLC. И это команда Williams друзья. В общем-то здесь удивляться наверное ничему уже не нужно. Все мы поняли заранее. Ну и вот вам четверточку. Уже посимпатичнее. Действительно выглядят. Это четверка по сравнению с пятеркой. Опять же быстрый выход от команды LDLC. Но здесь готовы. Готовы. Ребята из команды Williams откидывают уже коктейли. Молтон. Это быстрый выход. Также еще и Хаирка которая подрывает и в две эко. Действительно хорошая трехочковая подлетела. Некса. Хорошая позиция. Вместе с Лотто делают два фрага. Летний также помогает своему тиммейту. А Монекса это последний. Один в четыре. Ну и он тут тоже не жилец. Будет умирать. Седьмой за командой Valian. Семь четыре. Ну и вот. Вот так вот. Пока что у нас действительно идет. Этот самый. Денюк. Идет достаточно уверенно. Более чем. Логан. Некса. Девайс не самый лучший. Велодился им. Понимаем конечно что. Ресет эта штука такая. Серьезная на самом-то деле. Тут слышно. Вот тут надо было открывать дверь. И сразу же убивать. Сейчас Хандера. Но долго очень справлялись с Хандером. Он успел сделать даже фраг. Поэтому. Вот здесь момент. Позицию не зачекали. Справедливо бывает одного. Убивает еще и второго. Здесь его. Опять же никто еще не разменял. На Аликса выходит лечень. Остается на один. Три. Могший второго конечно забрать. Тут два игрока. Просто пять и восемь хп. На двоих тринадцать. Если бы опять же позицию зачекали. Уже бы раунд был в пользу команды LDLC. Это было бы намного все проще и жестче. Но вместо этого мы видим восемь четыре. Опять же двойное преимущество за ребятами с командой Вэльянс. В общем-то как-то так. Как-то так друзья. Хантер. Откидывает коктейльчик. Летний. Еще один хороший коктейльчик. Тут прям по Аликсу он немножко прогорелся. До сорока. Точнее до шестидесяти. Прогорел он. Прогорели ножки у него. Врывается. Тоталек там на Хантера. Ой какой зажим от летнего. Очень хороший. Действительно остается Логан. С Аманеком последний. Ну и остается что? Остается... Господа у нас Логан вместе с Аманеком. Действительно игроки с пистолетами. Грустная история. Вот так бам. Вот так вот бам-бам-бам. Ну и вот только лишь один фраг смогли пока что сделать. LDLC дальше. Отвечает Ото. Ну и Логан. Еще один. Хедшот. Но это девятый. Для команды Вэльянс. 9-4. Ну и вот теперь вот еще один закуп. Еще одна попытка взять чуть больше чем 4. Возможно пятерочку возьмут. Возможно шестерочку. В принципе на самом-то деле наверное 4 это тоже хороший счет. Если у тебя действительно более чем адекватная атака. Если у тебя более чем адекватная защита. То в принципе 4 за атаку это... Ну наверное на нюке. Не скажу что супер-пупер. Но этого может быть вполне достаточно. Чтобы действительно здесь что-либо продемонстрировать. Алекс срывается. Убивает здесь летнюю. Зачекал бокс. Видимо действительно готовились. У нас здесь команды друг к другу. Чекали позиции. Которые занимают. Ну и в общем-то дефолты также никто не отменял. Алекс. Смонтапчик хороший по Хантеру. 4 в 3 большинство для. Команды ЛДЛС. Тут Отто могут не зачекать по таймингу. Алекс. Там будет выходить на него. Он будет за боксом сидеть ждать. В общем такая игра Майнгеймсов. Тут говорит приветик. Открывается. Убивает его. 3 в 3 ситуация. Ну и вот теперь вот 55 секунд. Нужно команды ЛДЛС выходить. Обязательно чекать все позиции. Потому что мы помним как Эсперанто не зачекали. Бомбу брать на руки. Ну и врываться уже на Аплэнд. Здесь Некса будет чекать рампу. Отто. Может там найти по таймингу своих оппонентов. Не везет. Поздно очень. Был выстрел этот. Тойно убивает его. Эсперанто также зачекали. Последний остается Некса. Ну и вот 5 уже не за горами. Действительно для ребят с команды ЛДЛС. Зачекали 9. Некса здесь будет также по идее умирать. Если не сможет вытащить 1 в 3. Но здесь очень много позиций. Надо зачекать опять же. Вот мне очень не нравится выходить именно с девятки. Это там очень сложно. Потому что почти нереально. Тебе нужно столько позиций зачекать. Что просто. Просто. Просто Unreal. Друзья. Пятерочка светится. Действительно таким красивым. С золотым шрифтом. У нас. У ребят с командой ЛДЛС. Девяточка есть уже в Alliance. Ну и в общем-то счет пока что стремится. Наверное быть обычным. Таким дефолтным счетом. На карте Денюк. 9 за защиту. Пятерочка за атаку. Ну и последний. На первой половине мы сейчас увидим. Глянем что да как. Что из интересного мы здесь увидим опять же. Ну и будем воспринимать это уже немного иначе. И будем врываться на вторую половину. Аликс открывается. Находит Хантера. Опен фраг для него. Хороший. Аманек. Ждет. Выход как раз таки из будочки. Выходит. Эспиранто. Легко. А то он так же делает фраг. 9-6. Похоже что мы друзья с вами здесь увидим. В общем-то. В общем-то да. Так оно и есть. Причем очень легкий раунд. Шестой для команды ЛДЛС. И без абсолютно каких-либо потерь. Ну и пока что. Более чем спокойно. У нас. Да ребят. С команды. Одной и другой. В принципе вполне работоспособный счет для одного и другого коллектива. Поэтому в общем-то можно банально спокойно все действовать. И отыгрывать свои сигнатурочки. Небольшая да действительно разминка. Друзья читаю я чатик параллельно. Смотрю что вы пишете. Небольшая задержка разумеется есть на стриме. Поэтому увидите. Услышите это чуть-чуть позже. После того как я непосредственно скажу это. Вот. Если 6 раундов берут. То вообще супер для атаки. Ну да. Так оно и есть. В принципе шестерочка. Это очень неплохо. Для атаки. Ну и с девяткой в принципе за защиту тоже можно отыгрывать. Опять же тут все нужно будет смотреть за пистолеткой. Как оно пойдет. Как что полетит. Ну и в общем так оно и есть. Да друзья. Да. Вижу. Вижу. Вопросы небольшие. Про конкурсы. Про сегодняшний день. Вот один конкурс у нас уже был. В группе соответственно я его провел на 2 доллара. Победитель уже выявился. Вот. Следующий конкурс будет непосредственно после этой карты. Также я вас приглашу всех в свою группу вконтакте. Которую вы можете увидеть в чатике. Иногда соответственно врывается эта ссылка. Поэтому не пропускайте. Смотрите. Заходите. Подписывайтесь. Там вообще не только розыгрыш. Там еще интересные замечательные постики. Ну и в общем-то непосредственно новости Counter-Strike. Поэтому после нюка ворвемся. И проведем еще один розыгрыш на 2 доллара. Думаю что никому не помешает немного здесь подзаработать на халявку. Тем более не очень много участников. И поэтому выигрыш у всех есть такая возможность. А ты за кого? Я друзья за хороший и качественный Counter-Strike. Вот такая вот история. Я не то чтобы сейчас проявляю кому-нибудь симпатию из этих двух коллективов. То есть я наблюдал за L2C на недавнем турнире. Который кстати как раз таки комментировали мы. Комментировал рукав. Это был Dreamhack Winter. Который очень неплохо действительно L2C себя проявили на нем. Также наблюдал за Valiant совсем недавно. Играли они по-моему с Vitality что ли вчера или позавчера. Вот буквально пару дней назад. Также наблюдал я за этим коллективом. Смотрел глазочком этот матч. Ну и в принципе особо просто смотрю. Действительно за хорошим Counter-Strike. Однако наблюдаю за ним. Ну и в общем-то надеюсь что и вам все нравится и все устраивает. Ну и в общем-то будем врываться. Можно вторую половину. Действительно один из возможно важнейших раундов. Это пистолетка. Которая пока что непонятно кому зайдет. Что это за турик? Название написано друзья. Это квалификации закрытые европейские на минор. Непосредственно Катовицу 19-го года. То есть в принципе турик серьезный. На самом-то деле. Поэтому действительно ребята здесь показывают свои лучшие возможности. Лучший Counter-Strike. Минор как говорится. Тем более закрытые квалы на минор. На дороге не валяются. Поэтому давайте смотреть. Давайте смотреть. Синнекса откидывает смачок. Хороший смачок. Есть мысля. Похоже что у ребят. Немножко фыкануть. Возможно улицу. Тут на рампах. Все стоят. Хаешка может быть хорошая. Там врывается. Хаешка нормальная. Такая залетела по троим. Попроще будет. Теперь должно было быть. Манеку. Но вместо этого он просто достаточно легко падает. Там пытаются найти еще и Аликса. Аликс тоже умирает. Ну и вот теперь большинство для команды Виллианс. Правда Дэвудвек отвечает хорошим вантапочкам по Отто. Бомбу выбивает. Но Эсперант ее поднимает. И будет также устанавливать ее еще и сейчас. 4 в 3. Большинство для команды Виллианс. Можно в принципе брать пистолетку за атаку. Вполне хороший действительно раунд для себя забирать. И это будет тогда вторая пистолетка для них в этой карте. Ну и я достаточно уверен они ее отыграют. Но пока что подождите. Рано не будем раньше времени действительно радоваться за команды LDL-C. Потому что Логан тут бежит. Убивает одного, второго, третьего убивает. Задавится последний Некса. Диффуз китов нету, как я понимаю, у ребят из команды LDL-C. Это проблема. Но Логан действительно хорошо. Действительно себя показал в этой пистолетке. Некса убивает его. Это трипл килл для Логана. Но он собственно не помог своей команде. Мы будем выиграть этот раунд. 10-6. Команда Валианс очень уверена в том, что действительно все получится. У нее на этом Нюке закроют на своих ребят. Со счетом 2-0. В рамках серии Best of 3. Ну и вот как раз таки у нас с верхней сетки, как раз таки где мы находимся, выходит у нас 3, 4 коллектива точнее. Ну и 4 коллектива будет выходить непосредственно из нижней сетки. Поэтому, если есть болельщики команды LDL-C, ребята, расстраиваться еще не стоит. Рановато. Как раз таки у команды будут все шансы выйти непосредственно с нижней сетки. Также 4 слота там имеются. Поэтому все может быть. Аспиранто откидывает смочок. Хороший смог. Летний. Алекс врывается. Действительно. Нашел сейчас Хантера. Ну, ДВД пытается кого-нибудь зажать. Попадает только по ОТО немного. Ну, не более чем. В лайнсе в меньшинстве пока что. Ой, хороший фраг находится. Аспиранто через смог по Алексу. Там ДВД действует. Убивает ОТО. Так, хорошая позиция. Но его здесь закрывают. Просто банально триггера, как Аманды Вэллианс. Есть фраг. Логан понимает, что это точка Б. Бежит на рампы. Понимает, что не факт, что это Б. Потому что один игрок перетягивается назад. Аманек, а как это сейчас? Что он же смотрел? Он раньше видел. Но по итогу это все-таки будет точка А. Как я понимаю. Бомба будет останавливаться именно здесь. Так оно и есть. Ну и то и остается последний. Один в три с ССГшкой. Сложно. Ему действительно здесь пытаться что-либо сделать. Смотрит сейчас летний на девятку. Сам Тойну в районе рампах. Ну и будет сейвить. Пытаться сейвить скаут на следующий раунд. Одиннадцатый Вэллианс. Берут Вэллианс. Вэллианс. Как хотите, друзья. Но берут. Действительно, этот раунд. И пока что на Нюке девятка. За защиту их пока более чем устраивает. Несмотря на то, что шестерочка у нас взяла, ребята, команда ЛДЛС. Севелайонцы все-таки бегут вперед. И вот уже одиннадцать. У них светится на табло. Пока непонятно, действительно, сколько здесь раундов возьмет атака и сколько раундов возьмет защита. В целом мы привыкли, да, уже видеть то, что достаточно уверенно себя чувствует именно защита на Данюке. Она, в принципе, выиграла первую сторону. Выиграла с счетом 9-6. Ну и пока что вот одиннадцатый за Вэллианс мы видим. Окей. Допустим. Допустим, так оно и есть. Друзья, также напомню вам, что буду я для вас комментировать также еще и второй матч. Это будет нас Кингвин против Экс Спейс Солджерс. Тоже весьма интересный матч. Турки против польского коллектива. Поэтому... Все. Только самое интересное. У нас сегодня также два потока параллельных идет. Заходите на наши, действительно, также параллельные трансляции. Ну и, в общем-то, смотрите и чувствуйте себя круто. Ну и, возможно, даже, не знаю, поднимайте денежки, если вы делаете ставки. Почему бы и нет? Как раз-таки так-то оно так. Ну и что? Тут пока я разглагольствовался. Разглагольствовал немного. Команда Вэллианс забегает на плент. Ставит бомбу. 4 в 2 ситуация. Вот там. Нашел сейчас Тойну. Тойна попадает по двоим, кстати, что самое интересное. Надамажил их неплохо, но не смертельный урон. Вот теперь он смертельный. 2 в 3 по-прежнему. Ситуация для команды ЛДЛС, но здесь не отдадут. Действительно, есть два коктейля молотого минимум. Хорошие гранаты, хорошие хаешки, флешки, пельмешки. В общем, все, что нужно коллективам, все, что нужно атаки сейчас для, действительно, выбивания этого плента у них имеется. Аманекс последний убивает эспиранта. Мог еще найти Некс, находит его до 14% здоровья, но все-таки умирает. 12-6, данное преимущество. Ну и вот теперь вот первый такой, знаете, уже серьезный закуп от ребят из команды ЛДЛС. Нужно брать. Ну или иначе, действительно, команда Вэллианс. Вэллианс. Могут, действительно, очень далеко убежать вперед. А именно насчет такой серьезный весьма что-то типа 13-14-16. Это уже совсем прям грустная история будет до команды ЛДЛС. Поэтому нужно включаться прямо здесь. Нужно включаться прямо сейчас и показывать, действительно, на что они пикали этот нюк. На что они надеялись. Ну и вот Тойно врывается уже, делает опен фраг, делает второй фраг по эспиранта. Отходит так немножко, делает еще и третий фраг. Но здесь просто готов здесь принимать. Под каждым углом он здесь стоит и принимает своих оппонентов. Еще и четвертого убирает. Тойно, как же он хорош. В этом моменте, ну и вот, показали, действительно, ЛДЛС. Ну, интересное, опять же, индивидуальное действие. Тойно, квадрич и седьмой раунд. ЛДЛС забираю. Двенадцать семь. Вот это уже интересно. Закуп есть. По-прежнему у команды Виллианс есть СЗ-шка. У эспиранта Юмпик, у Кантера. Ну, а в остальном, в принципе, проблем нет. Есть два калаша, есть СГ-шка от Отто. Он, кстати, играет с СГ достаточно часто. Поэтому предпочитает, видимо, СГ-калашу на некоторые моменты. Ну, пока что на сегодняшний день так точно. Ну и что у нас тут? Команда Виллианс. Ой, ну, попадает по своему оппоненту через стекло и через, возможно, деревяшку там. Не убивает полностью. Ну и вот тут ситуация. Я, конечно, которая могла оказаться большинством для команды Виллианс. Но очень, действительно, аккуратно действовал, дело следует. Дэвудвек сделал фраг, также убежал. Сразу же Тойна находит Некса. 4 в 2 уже большинство для французского коллектива. Бомба тут могла устанавливаться. На место этого действительно хороший действие от Дэвудвека, который, кстати, остался с одним процентом здоровья, остается. Отто может стоить хороший тайминг для себя на самом-то деле. Но вместо этого он идет в окно. Не хочет он рисковать. Ну и, в общем-то, пятый раунд второй половины потихонечку у нас уходит в пользу команды DLC. А там и денег нет. На самом-то деле, там нету и денег. И LDLC немножко просыпаются. Понимают, что, ребята, мы все-таки взяли 6 за атаку. Это вполне нормально. Пропустили своих оппонентов на пистолетке. Окей, такое тоже может быть. Но мы все-таки, черт возьми, за атаку взяли шестерку. Поэтому за защиту надо брать все остальное. Ну и вот что-то в них такое просыпается. Берут они уже первый. Вот он, возможно, и второй. Для LDLC 10 секунд. Здесь, правда, вот очень неплохо действует. Но то и но. Закрывает последнего игрока команды Williams. 12-8. Ну и вот с деньгами теперь небольшие проблемы. Надо брать пистолетки до 2000. Так, чисто P250. Еще какой-либо. Ну и, в общем-то, просто бежать. Пытаться заплэнтить бомбу. Так оно и может быть. На самом деле нужно действительно просто банально легко ребятам из команды в лайн зайти и поставить бомбу. Будет сложновато. Но, в общем-то, попытаться стоит. Наверное. Ну и давайте смотреть, давайте глядеть. О, да. Врывается. Убивает Алекса. Спиранта. Также есть фраг по приводу веку. Логан. Вот он. И нужно просто бомбу поставить, как я понимаю. Хантер. Последний. Ну и бомба устанавливается. Это то, что действительно сделали ребята из команды Williams. Забирают себе девяточку. Ну и, в общем-то, девять есть. Друзья, да, немного призываю вас к тому, чтобы быть терпеливее и не писать счет. Давайте будем, не будем портить действительно людям впечатления о матче. Вот. Я потому что тоже мне очень хочется, чтобы и люди себя чувствовали достаточно комфортно, чтобы не видели действительно вот эти спойлеры. Написал я сейчас модератору. Скоро он подлетит. Поэтому, господа, вот опять же, желательно, желательно, чтобы вы не писали и мы как-то не банили. Ну, в общем, давайте найдем какой-нибудь компромисс. Вот. И спокойно будем просто сидеть, в чатике общаться, отдыхать, обсуждать матч. Но никак не портить вот так вот трансляцию и игру. Поэтому, друзья, действительно такая небольшая просьба, если не сложно, воздержаться от такого. Ну и давайте смотреть седьмой раунд второй половины. Непосредственно закуп команды Valiant. Алекс уже открывается на улицу. Находит Хантера. Есть 5-4 большинство. Для ребятами из команды LDLC. Ну и, в общем-то, пока что все очень даже неплохо за этими парнями. Почувствовали они вкус защиты. Могут действительно уже потихонечку ее забирать. Но тут Valiant тоже надо что-то демонстрировать. Пока что как-то без зуба все получается. Как-то лимол откидывается на рампы. Ну и вот как-то то да сё. Аспирант, откидывает флешку. Вот там. Будет открываться. Аккуратненько. Вот так вот. Алекс здесь ждет рампы. Летние будут не выходить. Пока что 50 секунд. Ну и, в общем-то, давайте глядеть. Ага, немножко покоцал он сейчас летнего. 5 в 4 большинство. Есть контакт. 5-3 теперь для LDLC. Ну и 30 секунд. Valiant каждый секунд действительно теряют шансы. Теряют шансы того, чтобы взять все-таки этот раунд. Пока что большинство. Но вот Nex заходит. Одного убивает. Второго убивает. И только Логан отвечает. О нем информация известна. Но Логан какую еще голову ставит? Невероятную. И вот остается 1 в 3. Бомба у него на руках. Не сможет он здесь добежать до плента. Или нет. Все-таки сможет. Смотрите как. И теперь попробует растащить. На самом-то деле сейчас. Вот ситуацию 1 в 3. Может действительно попробовать выиграть этот клатч раунд. Открывается очень даже неплохо сейчас. По нему информация есть. Бомба не под него. Что самое интересное. Откидывается легкий смачок. Ну и вот закрывать здесь будет последнего Отто. Это 3 на 12. 10 прошу прощения. Ну и вот он камбэчик потихонечку-потихонечку идет. Продолжение следует. Ну и что. Пауза небольшая у нас проходит. Господа. Небольшая пауза проходит. А значит что мы врываемся уже. На 8 раунд. На 23. Ну и вот как раз таки Вэльянс. Решили зайти быстро. 3 в 3 ситуация только что была. Той, но разменялся. Здесь фраг по летний. Большинство за ЛДЛС. Откидывают. Хаешечку. Тут смачок прилетает обратно. Приветики. Друг мой Сипла Исперанто. Заходит. Видит Алекса. Вот этот момент, который может пока что решить исход этого раунда. Нужно ставить бомбу. Действительно под Исперанто. Так оно и есть. Исперанто здесь просто зажимает по одному. Точнее не зажимает. А убивает всех. Это квадрич. Для него в этом раунде это 13 за командой Вэльянс. 13-10. И еще одна пауза. Вот это я понимаю. Действительно все очень жестко. Потно начинаются вот эти очень действительно важные раунды для одного и другого коллектива. Поэтому просто невероятным образом. Действительно. Действительно, 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 господа. Пока что все очень и уверенно и красиво себя чувствуют ребята из этих коллективов. Ну давайте даже так. Окей, если у нас будет здесь две карты. Соответственно не будет у нас трех розыгрышей в группе. Я увеличу. Давайте так. Если мы сейчас закончим. Если вдруг Вэль Лайенсы выиграют. Увеличу розыгрыш с двух долларов до пяти. В группе после, соответственно, этого непосредственного нюка. Ну а если будет, тогда два сейчас и два потом. Ну или два сейчас и три потом. Ну короче, решим. Ну и что? Давайте смотреть. Действительно, за тем, что и как у нас будет продолжаться на этой карте. Летний на лестнице. Чувствует себя неплохо. Катается вверх-вниз. Ну и понимают сейчас Вэль Лайенсы, что действительно у их оппонентов не самая лучшая экономика. То есть, по сути, если сейчас смогут они, опять же, своих оппонентов перебороть. Если смогут своих оппонентов обмануть, выиграть этот раунд, это будет 14-й и 15-й. Потому что экономики там нет. И в принципе, это вот серия. Серия выхода на красивый, возможный 15-й раунд для команды Вэль Лайенс. А то и 16-й. Но Эл Делси, опять же, за защиту. За защиту играют. Деудвек горит. Горит синим пламенем. Тойно, правда, открывает спят Эсперанто. Тойно убивает Хантера. Также дают ему делать эти фраги. Не смотрят его почему-то. И сделал он уже два фрага. Но, несмотря на это, есть размен. Вэль Лайенс. Три в три ситуация. Надо ставить бомбу игрокам команды атаки. Ну и, в общем-то, чувствует себя действительно хорошо. Откидывается Хаешка, бомба устанавливается. Тойно понимает, что лучше не лезть. Иначе ему голова пролетит. Нужно дождаться своих тиммейтов. Который, кстати, Алекс уже подходит. Некса чекает. Алекса убивает. По Аманеку инфа также есть. Некса убивает еще и его. И последний Тойно понимает, что... Ой, друзья. Грустная история. Грустная история. Действительно, для команды ЛДЛС. Тойно убивает Некса. Но это 14-й раунд за Вэльенс. Денег нету. Ну и, в общем-то, 14-10. Было бы круто, если комментатор во время пауза говорил еще о других противостояний этого турнира. Ну, я на самом деле не очень люблю на параллельных трансляциях... Говорить, точнее, еще о параллельных трансляциях. Потому что, может быть, знаете... Точнее, спокойно такое может быть, что игроки действительно приходят. Ну, не только игроки, точнее, просто обычные там... Ребята, работяги приходят домой. Хотят посмотреть, например, какой-нибудь матч, да, параллельный, который идет. Не знаю, что там. В Virtus.pro с кем-то играют. И они вот хотят посмотреть. Потом в повторе матч этот полностью. Ну, давайте скажу без проблем, что у нас на параллельных матчах. Я не думаю, что это прям такие матчи, которые нужно пересматривать. Вот SL Pro League, как Астралия с Ликодами играли. Это было красиво, друзья. Если кто не смотрел, заходите, смотрите. Буквально совсем недавно. Бо-5 мы видели. Ну, и, в общем-то, что у нас там на параллельных? Там ВП проигрывают. Проиграли уже Мираж со счетом 16-5 первую карту. 15-15 на второй. Ну, а Виндиго пока что действительно очень неплохо против. Фэнс отыгрывает. Выиграла первую. И вторую 12-7 тоже выигрывает. Такие дела. Ну, и что? Давайте, друзья, врываться дальше. Врываться и смотреть, что нас ждет по итогу этого нюка. Потому что в Альянсе очень близки к тому, чтобы действительно оказаться победителем этого БС-3 противостояния. Оказаться тем, кто выиграет своих оппонентов со счетом 2-0. И пройдет, соответственно, чуток дальше. Турнирную таблицу. Это было бы, конечно, для них прекрасно и достаточно легко. Ну, я не думаю, что вот думали, да, все вот в такую однокалиточную для Виллианс. Именно в 2-0 ожидали. Я вот точно ожидал здесь 3 карты, ну, или плотную битву хотя бы, там, с допами, возможно, даже. Потому что, в принципе, действительно, неплохо себя показали LDLC. Но вот сейчас немножко не везет, как мы и видим, собственно, в Альянсе просто бегут. Чувствуют себя очень уверенно на карте своего оппонента. Ну, и, в общем-то, 15-й не за горами. Два игрока последних остаются уже один. Это Алекс. Денег там нету. Ну, и похоже, что, друзья, 5 матч-поинтов. Действительно, у нас здесь за коллективами 5 матч-поинтов. За командой Виллианс. Не за горами. И 2-0. Давайте, смотрите, друзья, напомню, что не расходитесь. Особенно далеко после матча. Небольшой анонсик будет розыгрыша. На 5 долларов, буквально на 10 минут, как я понимаю, точнее, до следующего матча. Это, кстати, будет, друзья, на этой трансляции. Будет матч Кингвин против X-Space Soldiers. Бывших, соответственно, турков. Ну, в общем-то, тоже не расскажите. Особо все расскажу о всем подробнее. Разумеется, вам дам информацию. Поэтому пока все еще смотрим нюк. Все еще 11-й раунд второй половины. Все еще 26-й этого нюка. Поэтому, может быть, сейчас команда Виллианс еще соберется. Может быть, она покажет здесь камбэк. И, в общем-то, мы увидим 15-15 с допами. И все будет красиво, замечательно и здорово. Но будет ли? Вот в чем вопрос, друзья. Давайте смотреть. Затем, что и как, собственно, это все дело у нас идет. В Виллианс пока что спокойно. Идут через улицу. Лунной походкой. На точку Б. Будут заходить. В принципе, Аликс здесь также с юмпом стоит. С первобытным саблезубом пытается кого-либо найти. Кстати, Виллианс сделали небольшой фейк. Никуда они не пошли. Будут заходить сейчас на точку А. Нужно чекать Аликса. Аликс хорошая позиция на то, чтобы убить хотя бы одного. Одного убивает. Дальше размены. Попал по оту на 93. Немножко не помогает. Коктейль молотом хороший влетает. Вот тут все горят. Но в итоге-то фраги хорошие для ЛДЛС. И в два большинства за коллективом ЛДЛС. Некса открывается. Убивает одного, второго и третьего. Некса как же жестко. Он ставит точку в этом матче. Вот это жесть. Вот это, друзья, эмоции. И вот это команда Виллианс. Она выигрывает, собственно, своих оппонентов. Выигрывает 2-0 в этом БС-3 противостоянии. И отправляется, соответственно, уже дальше. Ну, а ЛДЛС падают в нижнюю сетку. В общем-то, у них все еще есть шансы выйти на этот минор. Но им нужно будет действительно выиграть всю сетку. Соответственно, и попасть в одну из четырех команд, которая все-таки выйдет из нижней сетки. Друзья, на этом мы с вами не прощаемся. Более того, я жду сейчас всех в группе у себя. Ссылочка есть в чатике. Будет розыгрыш буквально на 10 минут 5 долларов. То есть, банально, все очень просто замечательно. Ссылка в чатике. Без репостов. Просто поставить лайк. И почти что все. Поэтому для вас работает по-прежнему студия RUHUB. Микрофон Александр Закрыг Думенко. Далеко никуда не расходите, друзья. Потому что нас ждет еще следующий матч. Это будет команда Kinguin против команды X-Space Soldiers. Скоро вернемся. Иногда лучше просто смотреть на самом быстром мобильном интернете в стране. Мегафон, включайся. Субтитры сделал DimaTorzok.